Сегодня мы говорим о латвийском кино, а тем более, что повод для этого есть. Это первый латвийский исторический боевик «Кольцо Намейса». Премьера состоялась примерно неделю назад, но первые отзывы весьма противоречивы. О том, как снималось кино и каким оно получилось, будем говорить сегодня в нашей программе. Но пока послушаем мнение экспертов кино в сюжете Галина Солодовник. В 13 век племена Земголов во главе со своим молодым правителем Намейсом борются с немецкими рыцарями за свободу. В Латвии прошла премьера самого дорогого фильма в истории страны и легендарного эпоса «Кольцо Намейса». Бюджет картины 2,5 миллиона евро. И такие эпичные фильмы про героев важны для поднятия национальной гордости, считает куратор Рижского киномузея Агнеса Логина. У нас не было таких масштабных фильмов уже давно. И мне показалось интересным, что фильм попробовал перешагнуть национальные границы и стать по возможности универсальным. Однако из-за того, что главные актеры иностранные и оригинальная версия фильма на английском, фильм теряет что-то специфическое, местное. И хоть там регулярно упоминается Зенгла, мне показалось, что фильм мог быть о любой стране на берегу Балтийского моря. Роль Намейса исполнил шведский актер Эдвин Эндре, который снимался в сериале «Викинги». В других главных ролях литовская актриса Аисте Держюте и актер из Великобритании Джеймс Булур. Заняты и латвийские актеры Андрес Кейш, Артур Скрастенч, Дайнис Грубо и другие. Я смотрела фильм вместе с сеньорами, с пожилыми людьми. И я чувствовала себя странно, смотря вот этот фильм про такую национальную легенду на английском. Оно не было достаточно национальным, чтобы как-то говорить с латышами. И в то же время не было настолько интересным, чтобы как-то проявить себя за рубежом. По мнению творческого директора Рижского международного кинофестиваля «Сонар и Броки», у латвийского фильма за рубежом слишком сильные конкуренты. Взять хотя бы «Игру престолов» или «Макбет» с Майклом Фассбиндером. Я вижу, что этот фильм мог бы себя лучше показать с тем материалом, который имеется. Потому что уже к концу он как-то начал создаваться. И уже под конец у меня такое чувство, что там есть потенциал. И это мог быть такой фильм, который действительно показывается на какие-то праздники. Но он и так, я думаю, что хорошо пойдет в кинотеатр, потому что люди действительно ждали этого проекта. Красивая, вдохновляющая концовка у фильма. Исход главной битвы. Он очень эмоциональный. И демонстрирует единство. И это неожиданно удивило. Также понравилась музыка, которая была великолепна. И операторская работа. Игра актеров была убедительной. И было приятно увидеть новые лица.